У меня жена сказала, говорит, слушай, мы с тобой много где были, я ни разу не пробовала ежей. И вы ели хоть раз ежей? Да. Спокойно. Ну так, да. Я говорю, ну хорошо, вот пойдем, давай приглашаю на ежей. Поехали вы в лесу. Да, я выпустил стаю ежей. И как раз у тебя коптильный же дом стоит. Нет, мы сходили в ресторан, попробовали ежей. Подходит администратор и сказал, говорит, Константин, простите, мы, конечно же, вас узнали. Хотим сделать вам комплимент от нашего заведения. Давайте вам, типа, пиво. Я говорю, да нет, нет, я за рулем. Я за рулем, не надо. Она говорит, ну давайте мы вам с собой дадим настойчики. Я говорю, а вот с собой можно. Вот только сказать, с собой возьми. Да. И вот с собой дали две бутылочки, такие небольшие настойчики, вообще бомба. Всем привет, дорогие друзья. Вы в эфире очередной выпуск «Нельзя смеяться». Короче, я поздоровался. Ты поздоровался. Я поздоровался, да, уже давно. И нас уже с вас сняты. Давай смотреть ролики? Ну да, давай. Прямо сразу же смесу карьеры. Никогда такого не было. Может быть, сразу без болтовни начнем смотреть ролики? А потом... Там под предыдущим выпуском все писали, что они посмотрели от начала до конца. Огромное количество людей это написало. Мне жена сказала, что она не смотрит ролики, она смотрит только нашу болтовню первых 15 минут. Ира? Да. Я тоже смотрю нашу болтовню только. Ну давай поболтаем. Мне очень хочется. Давай ролики посмотрим. Ну, я тоже вынудил. Давай. Мы потому что в последнее время с Константином все чаще и чаще начали встречаться, поэтому мы в курсе, что происходит в нашей жизни. Мы были на неделе на проекте «Футболина». Можно говорить? Можно и нужно. Приходите, записывайтесь. У Дани Махалина в гостях мы были. Замечательно поиграли. Никита Тормоз, я должен признать. Осуждаем? Нет. Я пошел только... Нет. Для того, чтобы выиграть, надо было в суперигре за полторы минуты назвать 11 персонажей, которые надо объяснить. Персонажи из мира футбола. Я их не вижу, а Никита видит на экране и объясняет. Я должен угадать, кто. Ну, блин, он Тормоз. Потому что Никита половина... Да, да, да. А я... Дальше. Ну, вот это без этого. Ну, как Фриппонга мне вот... Как Фриппонга объяснить? Кто это? Ну, по итогу мы прекрасно провели время. Да? У тебя был прекрасный вечер. Да, дорогой. Да, потом еще «Спартак» обыграл «Динамо» в кубке. Да. Да. Все было хорошо. Что еще у тебя было за эти две недели? Костя, у меня сейчас, знаешь, день сурка определен. У меня там дома дети, жены. Все по теме, да? Все по теме, да. «Спартак», «Спартак», «Два», «Молодежка». И периодически мы выезжаем смотреть основу. У тебя, кстати, YouTube лагает? Нет. А сейчас? Нет. Слушай, а если будет лагать, нам как-то нужно, наверное, сказать, где надо смотреть? У нас есть вообще какая-то запасная площадка? В «Контакте». Нас можно смотреть и в YouTube, и в «Контакте». Мы будем продолжать выходить и в YouTube, и мы всегда выходили в «Контакте». Так же? Да? Да. Класс. А что у нас сзади сегодня? Красота. Жизнь замечательных людей. Мы же выходим в пятницу, 9 августа. А это день книголюбов. Расскажите, пожалуйста, какую вы по-своему книжку читали вообще? Я читаю «Трудно быть богом». У меня сейчас на Стругацких опять меня все переклинило, и я обратно вернулся. Я почитал «Доживем до понедельника» вот недавно, и сейчас «Трудно быть богом». Потому что я в свое время посмотрел фильм, и ни хера ничего не понял. Я вообще ничего не понял, но я так понял, что это база вообще важная и нужная, и мне интересно было. Сейчас я вот вернулся к этому, и прям вот тоже на злобые дня можно, и так сказать. Интересно очень. То есть с возрастом, да, немножко иначе воспринимаешь? Вообще, я вообще люблю, ну, перечитывать надо книги, это как бы обязательно. Читал, например, книги Дэна Брауна, и потом пересматривал. Потом фильмы. А потом, да, а потом смотрел фильмы, и как бы сопоставлял, что по книге. И вот что тебе понравилось? Книги больше. Нет, а что тебе? Знаешь, чаще всего как бывает, ты прочитал книгу, потом берешь фильм, и такой, ну, фильм не то. А вот самое, вот когда попалось, и книга, и фильм, чтобы ты такой, блин, Кот Да Винчи. Классно. Кот Да Винчи. Не, а мне Зюзкин, парфюмер. Вот фильм мне очень прям зашел, я такой, блин, как прям это, мне прям и сама книга мне нравится, и фильм. Но на самом деле так редко бывает. Выдающийся комментатор, блин, ну, это, конечно, смешно. Я помню твой гол ЦСКА. Так себе. Хотя плакат красивый. Красивый, спасибо. Плакат красивый, спасибо большое. Кость, а как тебе наш выпуск, алкоголь, выпуск? У тебя печень болела? Мы как-то слабенько, да? Мы прям какие-то молодцы. Я в следующий раз предлагаю ток добавить, чтобы вы пили и током вас било. По здоровью все нормально? Нет, печень болела. Нет, аллергия на настойки. Блин, это же идеально для аллергии, а? А почему? Ну, блин, если у твоего мужика аллергия на алкоголь, ты типа ни при чем. Это он сам так решил? Это его организм так решил? Блядь, где кнопка? Да. А так бы ты запрещала пить? Ни в коем случае ты его диктовал. Костя, кто больше всего обрадовался трансферу Чалова в ПАОК? Бабаев? Нет. Нобель. Сразу понял, что будет новый выпуск. А знаешь, что каждый день делает винлайн? Разницу. Винлайн делает разницу. Вот это хорошее. Может, ролики посмотрим? С высоты. А, м***ь, ролики посмотрим. Я же говорил, давай сразу ролики посмотрим. Видишь, только затянули время. То хорошо. Как хорошо общались. Давай. У нас их сегодня очень много. Как рыбаки показывают. Я могу просто сказать, больше ста. Больше ста роликов? Ну. Я тебе только 50 отправил. Оттуда тоже брали. Ты правда отправлял? Он правда мне отправил? Я сказал, давай я возьму. А как я сейчас буду смотреть то же самое, что ты смотрел? Я не помню уже. Я сказал Артуру, давай я как редактор выступлю и посмотрю какие-нибудь ролики и отправлю. Что чернухи не будет сегодня? Да. Горь, встаешь и поехал. Мы не виноваты? Нет. Горь, встаешь. Горь, встаешь. Горь, встаешь. Простите. Это твое? Я так и понял. Доброго времени суток. Суток? Нет. Кончено! Ты имею право! Ты никто из вас, тебя никак... Давайте я покормлю. Меня спрашивают, зачем ты пьешь пиво? Я говорю, потому что оно жидкое. Если бы оно было твердое, я бы его грыз. Еще в пиве мало витаминов, так что его нужно пить больше, но нужно знать меру, а то можно выпить меньше. У нас выбора нет. Кольцо надо уничтожить. Девушка, здравствуйте, могу ли я сесть? Здравствуйте, это... Можно еще раз, Аркадий? Девушка, здравствуйте, могу ли я сесть? Здравствуйте, это столик резервированный... Это столик резервированный... Девушка, можете на марско сказать? Под стол пхуньку резервированный... А, девушка, это же я его заверезвированный. А, это вы резервированный... Ребята, вы если посмотрели, у нас следующая тема, это на теже собах. На теже собах это письменная работа. Сейчас я вам все слайды приготовила, я сейчас вам отправлю на теже собах. Посмотрите, потом объясню, что вы должны сделать. Могу, дождь, дождь. Могу, дождь. Могу, дождь. First, I got some beautiful Russian name ideas for you. First we got vera, which means Faith. Y-noshka, which means intelligent. We got allergia, which means Passionate and Loving. This one is my favorite. Chwa! Which means, Princess. Good morning. Happy... ...дальше. Okay. We're out of white mocha sauce, but... What... ...нош. Семьи, сколько букв в слове «ёж»? 27! Это не моё! Это круто! Я обожаю это, Сюра! Это мой мозг! 27! Нет, давай просто можно... Экологическую цепочку. Да. Сколько букв в слове «ёж»? Он почему мог сказать 27? Нахуй мне это! А нам! У нас 100 роликов ещё, давай! Мужик оркнул. Я оркнул, главное, и говорит, «Сынок, сынок, иди сюда!» «Я здесь муравьев, говорит, сделал пенную вечеринку, вот такие у него прикованы!» «Туалет в свободе?» «Ну, в смысле, душно, пойду скупаюсь и ***» «Это королева жопу моет нам!» «Пойдёмте, там они, это, чипсы уронили!» «Ми-и-и-и-и-и, это настоящий кайф!» «Туалет в свободе?» «Пойдёмте, в поми-и-и, это вообще вот беспятник!» «Ми-и-и-и-и-и-и-и-и-и!» «Ми-и-и-и-и-и!» Погоним, погоним, в горячей крови. Пока твоих не было, я понял. Почему? Лёх, я тебя слышал. Угадай, угадай, вот из этих один был мой. Так, над какой ты больше всего смялся? Там за остановкой там? Не, я смеялся на еже я смеялся, но не он. Вот угадайте, в этой части мы не можем, да, подмонтировать? Комментарий не подмонтируем. Ну у тебя какая версия? Никакой, Костя. Не урод, ну блин, почему? Ну ты меня хорошо знаешь. Ну ты меня хорошо знаешь? Ну мне показалось, что вот это, когда кетчуп и чувак сидит на... Ну я такой х**ю в***ю. Я еще думал, что ты ржешь? Ржал, блин, над тем, как он пердит в этом. Когда кетчуп выжимает? Не, это мое, это мое. Это Артура. А, точно. Это Артура, да. Самолет? Ну короче, вот смотри, вот будет у нас интрига, те роли, которые выбрал я. Ладно, давай. Сделай разницу. Видишь, а ты даже не смог угадать. Блин, ну разницу, да, сложно будет сделать. Только ты и Винлайн ее делаешь. Ну Винлайн только делаешь. Я и Винлайн, да. Ты и Винлайн? Ну конечно. Это уже вообще машина. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой красивый бутерброд был мною куплен на автовокзале в городе Ростове. Кто первый отгадает, сколько стоил такой бутерброд, тому я вышлю открытку. Субтитры сделал DimaTorzok Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Карюк. Артур, да. Чё я, да. Это ты, е**? Это стопудняк. Ну он презик съел. Ну чё. Ещё использованный. Он сплюнул. Это не мой. Ты что, я бы никогда е**. Он сплюнул. Угу. Прекрасная обеденная зона, где можно выпить с друзьями пивка. Поднимаемся на второй этаж. Наверху вот такая чил-зона, солнечная батарея, бак для душа, два шезлонга и прекрасный газон Канады Грин. Твою мать, я наряду. Йес! Че торопишься? Они же не забили, это угловой. Я знаю. Не бей меня, пожалуйста. Говорят, кашу маслом не испортишь. Вот у нас есть каша. Очень вкусная. Положим прям много масла. Она испорчена. Лисенок. Ты лиса. Чей мать ты? Ты облезла, мать. Смотри, сыпь. Обосцала на хлеб. Ни хера себе. Ни хера себе. Лиса подбежала. Обосцала хлеб. Не убежала. Че, блядь, бувет. Меня больше всего удивило варенье из молока, торт из селедки, конфеты из дойных птиц, шоколад из крови, мороженое из соленого жира. Лимонад из хлеба, маринад из яблок, из зеленых яблок, охлажденный мясный бульон, сочное мясо. И напоследок, на мой взгляд, и это самое вкусное, по-моему, блюми. Таким образом, могу сказать, что процесс высказки успешно прошел. Чего? Из недавних открытий оказывается в испаноязычной версии мультика «Винни-Пух» депрессивного, грустного персонажа Ослика Иа, который постоянно теряет свой хвост, зовут не Иа, а Игорь. Согласитесь, меняется настроение «Ослика Иа» или «Эль буррито Игорь». У меня только один вопрос. Почему именно Игорь? Прохор, ну я точно не залечу. А что случится, если по какой-либо причине кто-то освоит возможности мозга на все сто процентов? На все сто процентов? Да. Всем привет. Я вот недавно переехал в Тюмень, в шикарный город. Я вообще удивляюсь. Вот мужик слез. Ну, в общем, все. Ну, в общем, все. Ну, я я... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне 41 год и сегодня я буду орать на сахар Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не верю в это. Человек все время в кепке ходит, нету такого. Ну это монтаж шина. Возможно, но я был у барбера, он мне сказал, что летом чувак один пришел состригать и все, у него белое было точно так же, тоже в кепке ходил. Ну прям настолько белое вряд ли. Я предлагаю снимать кепку периодически. Я, кстати, в машине езжу без кепки. Смотрим ролики. Уже хорошо, да, давайте. Комаз не едет, и хуй я, блин. Братун, не переживай, мы все с команды начинали. Ну че, сейчас поднимемся на дворчик в ширине, ты его обгонишь. Это у меня есть млдов, пребывай. У нас есть млдов. Мы все это с ним. Давай, повтори. Ну смотри, в среднем здесь квартира стоит 25 миллионов рублей, тебе потребуется от 200 тысяч в месяц и до... Ху**я! Мы приехали на локацию, у нас сегодня деда, батя... Девочка? Хай! Фантастик! Кока-куластик! Привет! Привет! Ты так хорошо выглядишь. Ты, случайно, не ангел? Нет. Блин, жаль, я думал деду привет передать и банку заката. Спасибо! Было весело. Очень... Мне понравилось. В этот раз роликов было достаточно? Твоих, да. Было мало. Тоже мало, как соточка прошла. Ну и она не соточка была, явно гораздо меньше. Надо проверить. 105 роликов. Из них два моих. Я для кого сидел полночи выбирал? Сразу сказал, возьмем несколько. Цензор не прошел? Несколько. Из двадцати взял два. Разумеется, по старой доброй традиции мы должны закрыть этот выпуск каким-то оригинальным челленджем. Да, обязательно. Очень хочется, да. Раз мы с тобой в интеллектуальном поучаствовали, где мы друг про друга что-то угадывали, то, наверное, сейчас нам предложат что-то... Как мы знаем хорошо друг друга. Да, что-то мы узнаем сейчас другое. Поэтому, Никита, бросаю тебе перчатку. А ты начитался книжек? Да. Принимаю. Господа, мы сегодня не перемещаемся в другие локации. У нас сегодня челлендж экстрим караоке. Блин, это же не просто так спрашивали умеешь ты и любишь ли ты петь. Вы орете великолепно. Вот это про меня, да? От вашего голоса сегодня будет зависеть все. Тут будет игра, вам нужно просто пройти всю дистанцию. Эта дистанция будет происходить с какой-то песней. Вы можете выбрать песню, можете друг другу немного помогать. В Гродно подсмотрел? Нет, ну ты просто часто говорил про караоке. Так, я хожу в караоке послушать, а не попеть. Ну, давай. Можно пройти к дистанции. Кто не прошел дистанцию, тот проиграл. Ну, на, пой. Можете выбрать песню. Возможно, какую-то песню хотите, возможно, она тут есть. Здесь есть «Руки вверх». Выберите песню друг другу. Ты будешь петь «Знаешь ли ты, а я звери района квартала». Выберите друг другу. Да, давайте так. Давайте так. Честно получается. Какие же вы уроды, а? Ну, поехали. Давай. Кого? Знаешь ли ты? Вот. А будет, а я не знаю, наизусть песню. «Я так привыкла жить одним тобой, одним тобооооой». А это все? А это так будет? 17%. Давай еще раз. Еще раз. Дай я попробую. Нет, давай эту же песню я попробую. Давай, давай. Давай, заново. А, тогда нормально. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Было хорошо. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять. Мне стало так легко дышать в открытое окно, окно, повторять. Ей лишь одно, знаешь ли ты вдоль. Давайте другую песню выберем. Ну ладно, давай другую. Район Кварталы? Ну да, район Кварталы. Что там? 99-й, да. Лава! Нет, нет, подожди, я даже не готов был. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал, сука. Что-то какая-то сложная. Больше нечего ловить, все, что... Я понял, я понял. Все, что... Ты все, что рано сказал, и я. Давай заново. Больше нечего ловить, все, что... Опять 18 процентов. Гениаль. Нахер. Другую давай. Давай другую. Нет, это сложно. Давай пройдем все, что. Давай тополин и пух. О, давай. Давай, Иванушек. На асфальте мелом Ты рисуешь лето Ласковое море Трогаешь ладонью Воздух, 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 время То, чего не знаешь И беспечной птицей В небо улетаешь Тополин и пух Жара июль Ночи такие звездные Ты пойми, что первый поцелуй Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы Противоположность дипы, тополин и пух Жара июль Ветер уносит в небо Только ты не веришь никому Снега 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 Сука Давай теперь ты Давай Давай Выбери нормальную песню Это хорошая песня Это очень простая Это простая была Давай другую Это я в Дубае ща Отдыхаю Да я так богатая И это не скрываю Все мои подруги За собой замечают Видят мои шмотки И тупо повторяют Пусть не забывают Кто тут королева Я раскидываю бабки Направо и налево Это моя манера Жена миллионера Мне платят за концерты Я читаю под фанеру Эту сумку в них Муж купил Эти роликсы Муж купил Кольцо с бриллиантами Мне муж купил Муж купил Муж купил Мне завожу подруг За деньги Да А я не делаю фиты На деньги Да Я подумаю потому Но скажу За деньги Да За деньги Да Да За деньги 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 Удаааа! Офигеть! Хорошо. Это было хорошо. В целом всё. Давай ещё споём. Да вдвоём, но сложно. Давай, какой-нибудь. Вам бы настойчик сейчас. Вот кстати, где это было? Надо было больше наливать и два микрофона давай. В два микрофона бы. Все ушли, мы здесь распелись. На следующий алкавыпуск мы запомним это. Мама Любы давай. Серебро давай. На твоих диванах сходим с ума мы. Мы как две мадамы после нирваны. Мы так летали, что не заметили твою мать. И она сказала, что я просто власть. Мама Люба, давай, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, давай. Мама Люба, давай, давай, 66, сука, ну ничего. Красивая цифра. Красивая цифра. Уйдем. Уйдем, красиво. Не закончим, да, маму Любу? А еще покажи еще, какие есть. Пусть я знаю. Давай, Никит, только сейчас надо собраться. Мы должны вместе взять. Да, давай, вместе должны взять. Давай, ты понял, да? Моя бабушка курит трубку. Невозможно. Как так невозможно? Моя бабушка курит трубку. Ни хуйня. Не взять ее. Не взять ее. Не взять, она нас взяла. Трубку курит бабушка. Смотри, ты прямо сел на пить. На угол. А кто нажимает? Ты нажимаешь? Нет, это само. Это Аркадий сверху. Нет, Аркадий, это ты песню выбираешь? Да. Давай назад. Витас. Или это не игра? Давай, Витаса. Я пришел дать эту песню. Как хорошо это идет. А витаса. А-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Чего за херня? Нормально. Умничка, все, отлично. Победа. Победа. Все, поработали, просилились, поржали, поплевали. Это какой, с флешки какой-то? Я бы дома так поиграл. Я думаю, это сложно будет. Предлагаю взять микрофон и попрощаться в него. Да, мы еще такого не делали здесь. Друзья, так как мы не отдаем эту флешку пока ее хозяину, напишите, пожалуйста, какую песню нам в следующий раз с Никитой можно было бы исполнить, когда будет алкогольный выпуск. А он будет... Песню... А он будет. Песню под названием «Никакую» нельзя писать. Да, ну, в общем, напишите. Предпочтение. Понятно, что кому-то высокие ноты легче даются, кому-то поспокойнее песни. А кому-то никакие. Ну, вот мы уже поняли, что Витаса выбирать нам нельзя. Почему вы вообще легко прошли? Нет, мы его прошли, потому что там нет слов. Ну, ты спой, так ты спой так. Ну, ладно. Ну, и что, там просто шарик надо поднимать. Ну, ладно, ладно, видишь, здесь... Это было классно, Кость. Это было хорошо. А начало было так, что... Это было хорошо. Я считаю, что в этом конкурсе мы сыграли в ничью. У тебя голова болит? Немножечко. У меня. И теперь мы понимаем, как тяжело певцам на концерте. Да. И те, кто выходит на сцену и собирает десятки тысяч фанатов, они... Большие молодцы. Большие молодцы, да. Большие трудяги. Это вам не футбол комментировать. И не играть. И не играть, да. Поэтому спасибо, подписывайтесь, пишите лайки, пишите лайки, ставьте лайки, пишите комментарии, в общем... Отправляйте видео. Да, конечно, отправляйте видео. Обязательно пишите в телеграм-канал, нельзя смеяться. И увидимся через две недели. Да. Наверное, увидимся. Отлично. Все, все, всем пока. Спасибо большое, друзья. Все, спасибо. Адьес. Где цветы? Ау, курш. Не, а мне еще не разделено. Приходит Гончаренко, я тут сижу. Да-да-да, я вас жду. Вот, еще утекай, кстати. Лис. Боже, Спартак, храни, дай ему силы. Мы это еще пишем, да? Что победил он все клубы страны. Не, но, кстати, у Динамо тоже хорошие. Согласен. О-о-о-о. Динамо потрясающе вообще. Это Динамо. Так, Стас, кто-то Султан Лагучев. Лагучев. Горький вкус. Нарич. Да, тоже хороший. Вкус твоей любви. Да, хорошая песня. Юрий Антонов. Мечта сбывается. Вообще, какой классный. Фантазер. Вот ты меня называла. Ярослав Евдокимов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова